всем привет и добро пожаловать на мой канал на наука манга комикс и в сегодняшней распаковке будет очень много манги от издательства азбука но здесь есть одна книжечка от excel меди и эту книжку я очень давно ждала как и думаю все фанаты берсерка все они ждали продолжение серии наконец мы его увидели поэтому пожалуй мы начнем с этой книжечки посмотрим ее и оценим с вами качество печати это манга выпускается в увеличенном формате достаточно такая большая книжечка увесистая по сравнению с японскими томиками или же даже с книжечками от азбуки в общем эту книгу очень приятно держать в руках отпечатана данная книга в лд принт и качество печати хочу заметить что очень очень классная хочу немного рассказать о сюжете одинокий воин облаченный во все черное с огромным в человеческий рост мечом за спиной странствует по свету верша свою месть силам зла там где проходит его путь неизменно остаются горы трупов а кровь льется рекой народная молва нарекла этого воина черным мечником но прежде его звали гадсом а он был обычным наемником пока одно событие не изменило его жизнь навсегда в одном из трактиров гад случайно спасать жизнь эльфу по имени пак это тот самый миленький эльф у которого голая попка этот восхищенным растерством и невероятной силой черного мечника решает отправиться с ним долгий путь он еще не знает насколько тяжелая полна опасности жизнь гадса манга очень интересно если вы еще с ней не знакомы то обязательно ознакомьтесь а следующая манга это вовсе не манга человек бензобила история напарниках издательство азбука это у нас твердый переплет я еще не знакома с этой истории я еще пока не прочитала но обязательно как-нибудь выделю время почитаю и обязательно поделюсь своим мнением вначале у нас имеется вот такие вот иллюстрации цветные и кстати говоря в самой книге они тоже есть но уже в черно-белом цвете тираж книги составляет 5000 экземпляров и отпечатано в паретро принт далее манга госпожа кагуя это у нас двухтомник в твердом переплете от издательства азбука в этой книге у нас 21 и 22 том оригинальной истории очень интересно сделана здесь супер обложка я думаю вы уже знаете она нас двухсторонние и я даже не знаю какая мне больше нравится и та и та симпатичная пользуясь случаем хочу передать привет сергею жору я знаю что ему это манга очень нравится я с ним солидарны в этом вопросе а вам дорогие зрители я хочу напомнить что в наших телеграм-каналах проходит розыгрыш в котором вы можете поучаствовать и попытать удачу выиграть 2000 рублей на любую мангу и комиксы все правила будут в описании в наших телеграм-каналах ссылочка будет в описании тираж 11 книги составляет 6000 экземпляров отпечатано на фпарат рапринт следующий манга от азбуки это наруто будет 11 12 книга это у нас трехтомники очень нравится темп азбуки продолжайте в том же духе очень интересно конечно читать продолжение серии спасибо вам большое что книжечки выпускаются достаточно быстро пока я вам показываю книги я хотела бы с вами поговорить немножко о сюжете мне знаю что вы его прекрасно знаете но и все-таки новички приходят на канал и тут я им показываю какой-то наруто они не в курсе вообще что это за книжка в общем давайте сделаю немножко свою аннотацию народ у дзумаки самый проблемный ученик академии ниндзя в деревне коноха день за днем он выдумывает всяческие проказы выводит из себя окружающих однако даже у этого хулигана есть заветная мечта он собирается превзойти героев прошлого стать величайшим ниндзя и обрести всеобщее признание но люди сторонятся юного у дзумаки а кто-то даже смотрит на него с отвращением наруто и не подозревает что его жизнь связана с трагедией постигший к ноху 12 лет назад если вам надоели в манге маленькие истории то я советую вам почитать наруто история очень продолжительное затягивающие поэтому я однозначно и и вам советую тиражи 11 12 книги по 15 тысяч экземпляров и отпечатаны обе книги в паре торпринт следующая манга от азбуки моя геройская академия книга 15 это также у нас двухтомник в твердом переплете в этой манге насколько я знаю 37 томов и уже 15 книга это значит что мы подходим к концу серии история интересная но лично для меня есть небольшой минус это очень мелкий текст в некоторых моментах и мне если честно приходится сильно напрягать глаза чтобы прочитать что же там написано тираж 15 книги составляет 8000 экземпляров и отпечатаны в паре торпринт следующий манга от азбуки магической битвы 9 книга тоже очень довольно темпом магической битвы я уже наконец дошла до 9 книги прочитала 8 теперь смело могу читать 9 немножко о сюжете обаятельный сильный старшеклассник юди совершенно не интересуется спортом и вместо того чтобы проводить время хоть немножко в зале он записывается в оккультный кружок однажды парень находит высушенный палец короля проклятий с этого момента мир юди стремительно меняется герой знакомиться с магией заклинаниями чтобы вступить в битву со злом тираж девятой книги составляет 20000 экземпляров и отпечатана книга в паре торпринт следующая манга от азбуки медалистка второй том эта история выпущена в однотомниках второй томик я пока не читала скорее всего буду читать когда под накоплю еще немножко томиков данной серии в начале манги имеются цветные страницы как я уже говорила для меня это уже бонус потому что они встречаются все реже и реже конце книги есть рекламка третьего тома тираж 10000 экземпляров отпечатана в паре торпринт и и последняя книжечка в обзоре она то у меня как раз таки уже завалялась потому что купила я ее очень давно это у нас квест я очень давно хотела распаковать но куда-то закинула и совсем забыла про нее в этой книге есть цветные страницы они напечатаны на мелованой бумаги тираж составляет 4000 экземпляров отпечатана книга в паре торпринт если вам понравилась эта распаковка то не забывайте поддерживать меня ставьте лайк а также пишите комментарии спасибо что досматриваете видео до конца не забывайте подписываться на мой телеграм-канал ссылка будет в описании подписываться на мой телеграм-канал ссылка будет в описании